Индивидуальные предприниматели Неницкого округа получили налоговые каникулы. Закон, дающий право на освобождение от налоговых выплат, депутаты окружного собрания приняли на сессии сразу в двух чтениях. Всего парламентарии рассмотрели 17 вопросов в повестке дня. Заключительным стал вопрос о назначении на должность уполномоченного по правам человека. За принятием решений следила Мария Владимирова. Законопроект о налоговых каникулах – подарок для тех, кто только начинает свой бизнес. Временное освобождение от уплаты налогов получат те, кто зарегистрируется в качестве юрлица после опубликования принятого закона. Двухлетние налоговые каникулы предусматриваются для тех, кто ведет социальную, производственную и научную деятельность и работает по патентной и упрощенной системе налогообложения. Налоговые каникулы будут предоставляться с учетом определенных видов деятельности. Игодная ставка может применяться непрерывно в течение двух налоговых периодов со дня государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимательства. Предлагается вступление в силу закона со дня официального опубликования и установление срока его действия до 1 января 2021 года. Поддержка информационная, консультационная, методическая и организационная будет оказана ТОСом. Финансовая поддержка во время работы над документом была исключена. Закон о государственной поддержке территориального общественного самоуправления приняли во втором чтении. Я считаю, что законопроект, который сегодня был принят на сессии, это первый шаг по поддержке активности тех граждан, неравнодушных, которые заинтересованы в улучшении условий проживания на своей дворовой площадке, придворовой территории, на своей лестничной клетке и в частном доме, в группе частных домов. В продолжении жилищной темы окружные законодатели в первом чтении приняли закон о специализированном жилищном фонде Нейнского округа. Он предусматривает выделение квартир специалистам из числа местных жителей, которые вернулись работать на родину. Процедура выделения жилья будет носить заявительный характер. Мы хотели бы их уравнять с теми специалистами, которые учатся за пределами нашего региона, приезжают к нам в качестве специалистов. Это врачи, это наши педагоги, это специалисты, которых у нас здесь нет. Речь идет именно о них. Поэтому мы посчитали, что наши специалисты, которые таковыми становятся по окончании вузов и приезжают сюда к нам обратно, должны быть уравнены в правами с теми специалистами, которые приезжают к нам, скажем так, вновь прибывшие. В соответствии с поправками в земельный кодекс, которые вступают в силу с 1 марта и с 1 апреля, окружные законодатели приняли поправки в закон о регулировании земельных отношений на территории Нейнского округа. По мнению администрации региона, принятие данного закона необходимо. Из важных затрагивающих права граждан в законе хотелось бы обратить внимание на следующее. Первое – на возможность собственников, пользователей, объектов недвижимости заключать договор о регулировании земли без проведения аукционных процедур. Такая возможность предусмотрена. И также то, что в законе определена процедура порядок выплаты компенсации в случае, если соответствующие земельные участки изымаются для государственных и муниципальных нужд. Для облегчения финансовой нагрузки жители населенных пунктов округа парламентарии приняли законодательную инициативу о внесении изменений в Бюджетный кодекс России. Речь идет о выделении субсидий на подакцизные товары, которым приравняли бензин и дистопливо. Сегодня очень много жалоб поступает в сельских населенных пунктах, потому что за один литр бензина стоит почти 70, где-то более 70 рублей. У нас в основном реализует север-жилком сервис. И если до 2014 года в окружном бюджете были предусмотрены субсидии по возмещению затрат, по доставке бензина в сельские населенные пункты, сегодня окружной бюджет не может это сделать, так как произошли изменения в 78 статье бюджетного кодекса, так как именно бензин и дизельное топливо относятся к подакцизным товарам. Продвижение данной инициативы – дело нескорое. На решение проблемы на федеральном законодательном уровне может уйти не менее года. Поэтому сейчас парламентарии региона будут изыскивать возможность временно решить проблему на месте. Завершилась сессия избранием уполномоченного по правам человека в Няинском округе. На эту должность 13 голосами «за» из 18 в результате тайного голосования парламентарии избрали Александра Белугина. Мария Владимирова, Антон Водряков, Телеканал «Север».